Металлическая броня Солидол Продакшн совместно с Юранкинс Летсплейс Компани представляет. Продолжаем прохождение на эмуляторе Дакстейшн через эмулятора Плейстейшна Первого. Мне пришлось на другой меморикарт переносить мои сохранки, потому что сохранки считывались с одной карты памяти, как оказалось, с одного файла, а сейв происходил на другой. Я не понял, куда у меня сохранки все пропали. Все, сейчас в итоге я вроде как все пофиксил, да! Жиза. Да, Снейк окей. И он просто решил временно немного полетать. Сейчас мы с тобой учтем это все. Прозван у нас с тобой заморожено. Скоро спускай туда, мы так и будем делать. Как пожелать. Я так думаю, что сейчас, скорее всего, все это сработает. Трэндец. Прикинь, что делают вообще, вы что? Батюшки мои, святые угодники, чтобы про... Можно было и так сделать. Можно было, конечно, и наверху бежать, но что-то как-то... У нас с тобой игра явно набирает обороты. Вот она у нас с тобой, это самая металлическая броня. Металлическая броня, которую мы таки наконец встретили с вами, ребяточки. Вот она у нас с тобой, ванзеры. Из аниме. Так. Ну она фроузен, ты видишь, что описано, заморожено. Заморозки какие-то. Угу, все понятно. Не, ну тогда мы сделаем вот так. А как его звать-то? Обманка. Все. Проходим мимо. Да в отличие, серьезно? Эй, опа, пара! Ну правильно, можно было и меня обнаружить, почему бы и да. Это каким-то бредом попахивает. Я в обычную воду спрыгнул, я не понимаю, это что было? Река Москва, что ли, что его радиация обдал... А, нам сюда, да? Ну-ка. Хеллоу, кто там? 41-12. Да, что такое, бурдок? Да, спасибо невидимости. Слушай, голоса спайдер-мента. Ага. Никого нету. Все сбежали. Не патрульных. Слишком тихо. Может, они просто ждут? Они говорили, что уже введены полкоды. Что мне делать? Единственный выход, это включить систему защиты, о которой говорил Бекер. Так у меня только один... Одна карточка из трех. И кроме того, отца он говорил, что есть какой-то трюк в их использовании. Оставь это мне. У тебя есть какой-то план? Я сейчас в комнате с компьютерами. Я попытаюсь получить доступ к файлам Бекера. А, ну он сейчас там майнить начнет. Че нам удивляться? Да, нужен пароль. На горшке сидел король. Ты хакер? Ага. Хацкер. Ты сможешь получить данные? Да, братан. А мы на тебя все рассчитываем. Сможешь ли ты там получить файлы? Одной рукой. Смотри, какой нормас. В общем, в одной руке граната держится. Одной поднимается. Профессионал просто. Здесь у нас с тобой не работает карта. Скорее всего, нам... Мало вероятно, что можно радоваться. Сейчас мы посмотрим. Лютый, слушай, вообще вандерта эти скажут, что это... Чего там опять такое? Что там случилось? Поздравляю. Зинь и бзи. Давай, Зинь и бзи. Все, поехали, поднимаемся. Вообще норма. Кто так пистолетик-то держит? Слушайте, как-то так элегантно, так его так в сторонку так отвел рукой своей. Ну ладно. Так. Я так понимаю, что мы реально уже приблизились к концу игры. Хотя, по идее, как бы... Этот диск, второй, он весит столько же, сколько и первый. То есть, по идее, концовка пока что не должна быть. Мы вообще, по идее, должны столько же сыграть, сколько мы играли на первом диске. Я просто привык, что я как бы, когда знаю, сколько там занимают... Вместо файла... Чего там опять? Змей, я сделал это. Как... Молодец какой-то. Точно. Супер. Что ты получил? Профессионал. Ага. Так что насчет системы отмены полкодов? Пока не нашел. Мне нужна информация. Но Змей, я нашел кое-что другое. Что? Я понял, в чем секрет этого оружия. Я и думал, боеголовка должна выстреливаться из ствола, как обычный снаряд. Он не использует топливо и не считается ракетой. Поэтому он не попадает ни под какие международные договоры. Очень хитро. Да, и эффективно. Но это еще не самое страшное в этом оружии. Куда уж страшнее. Это оружие стелс. Стелс. Снаряды нельзя увидеть на радаре. Разработки ракет-невидимки были начаты в конце 70-х. Жесть. Почему до сих пор не могли разработать? Из-за пропульсионной системы ракеты. Ее засекут с любого военного спутника. А, тут еще и не обнаружат ее еще. Из-за пропульсионной системы, в отличие от ракет. Его не сможет засечь ни одна из систем баллистической защиты. Ты прикинь вообще? Это самая атомная боеголовка, которую нельзя перехватить. Жесть какая-то. Особые головки специально предназначены для уничтожения подземных баз. Этому нас научила война в Персидском заливе. Это может означать конец света. Это сольное оружие. И с политической точки зрения, оно полностью защищено от инспекции по ядерному разоружению. Полковник, это правда? Вы слушаете? Я слушаю. Старикан. Старикан. Ну и правильно. Пускай Трампа вернут. Снимите Байдена. Кроме, наконец всем уже надоело. Змей, послушай меня. Это новое ядерное оружие тестировалось только на симуляторах. На каких симуляторах? Ядерных оружий? С компьютерной модель? Да, поэтому... Да, то есть это Коммутен Конкурент Дженералс был. Нужны были реальные данные для прогноза. С ядерной боеголовкой. Каковы результаты эксперимента? Похоже, даже лучше, чем они ожидали. Но я не могу найти данные про это в сети. Если эти данные так важны, то они должны быть где-то сохранены? Да, были. Президент Байкер дал мне... Сохранены. На карте памяти они у меня сохранены. Еще у тебя? Нет. Оцелот взял его. Черт. Террористы заменили экспериментальную болванку настоящей. И если они ввели коды детонации, то они готовы к запуску. Но это уже слышали. Они блефуют? Ну, эта болванка была сделана как полная копия реальной. Так что все может быть. Ты узнал, как отменить запуск? Еще нет. Это, наверное, отдельный файл. Сейчас я просматриваю персональные файлы Байкера. Я рассчитываю на тебя. Давай, братан. Не подведи. Я вблизи, сколько я понимаю, все-таки к своему завершению. Нам бы, конечно, прежде чем идти куда-то, либо дальше лучше бабищу позвонить бы нашей. Не туда. Твой серацион замерз. Не употребляйся замороженный серацион. Температурные перепады ослабят тебя. Разогрейся серацион перед употреблением. Где мне ее разогреть, умник? В микроволновке. Так в микроволновке здесь нет нигде. Ты звонил, Змей? Так. Давай, вот на это сохраним перезапись. Иди сюда, если посмотрю, куда она сохранится у меня. А, Шейредкарт один. Да отстань от меня со своим китаем, в конце-то концов. Уйди тоже. У меня он доширак твой замерз. Из твоего Китая. Как мне его есть теперь? По крайней мере, мы с вами... Немного ли на себя берешь? Че такое там? Че? Нет, я еще не нашел данные о системе отмены запаса. Ты прикалываешься? Скрытый мотив Бейкера. Он хочет разбогатеть, не так ли? Не только. У Армстейдж были гораздо более серьезные финансовые проблемы. Ага. Знал, что они провалили заказ на истребитель нового поколения. Плюс снижение бюджета. Похоже, они даже работали не на своих. Вся их надежда была на этот проект, я думаю. Похоже, что шеф Дарпа получал очень большие взятки. Ага. Грязные деньги. Да, Бейкер был большим специалистом в атомной теории. Понятно. И все же, что с системой отмены? Дай мне еще чуть-чуть времени. Хочу саундтреки скачать. Что ты там слышал? Все так, мы с тобой куда-то подошли. По всей видимости, к концу. К концу концов. У нас с тобой там никого не... Опа, здрасте. Слушай, а может им гренку? Света шумовую надо бросить им, подляшки. Похоже, им придется показать, что мы не шутим. Они меня слышали, только что там тревогу подняли. Нет, цель не изменилась. Новая цель. Измоп наручать. Почему? Китай хотят ракету запустить. Я уверен, что ни ты, ни Курлюкович. Не хотели бы видеть... Кто Курлюкович? Курлюкович, вообще не Абрамович. Так он же помер. Там ничего нет. Ложь. Там ядерный полигон. Ядерный полигон? Если мы поразим большой населенный пункт, мы проиграли. Но ядерные взрывы на полигоне могут скрыть от общественности. При этом Вашингтон будет напуган ответным ударом из Китая. Это означает проведение секретных переговоров между главами стран. Конечно. Овкос. Президент должен будет разгласить о существовании нового и мощного ядерного оружия Китаю. Как ты думаешь, что после этого станет с репутацией США? Или президента? Из... СТП. Это значит, что Китай и Индия... Понял. Да. Когда другие страны услышат о новом атомном оружии, они захотят связаться с нами. Вашингтон, Вашингтон, я не доволен. Когда мы начнем продажу их системы тому, кто даст больше денег. Чего-то никак не успокоишься. Это у нас Агутин стоит. Вообще. Из Китая. Биллион. Биллион. Даже не миллион. Биллион. Она убила Спрута и президента Армстейча. Это правда, что сперва она поражает старых людей. Почему он-то не помер? Волк тоже не заразилась. Возможно, это из-за трансвилизаторов она и принимает. Что-то происходит с уровнем... А этот старый, почему не помер тогда, я не понимаю. Или потому, что это только экспериментальная Фокс-дай. И еще не исправлено... И Кубович с Паттлами. Почему-то не помер. Удивительно. В любом случае, что говорит твой друг, полковник Сергей Гурлюкович из Спецназа? Сергей Гурлюкович. Он курлюкает. Он сказал, мы сможем говорить только... Чё такое размытие? Почему у меня такая съезженная картинка такая размытая? Он очень осторожен. Нам не о чем волноваться. Полковник хочет получить Метал Гир и новое атомное оружие. Его нужно испытать. Ага, давай испытаем. Если Россия хочет восстановить свои позиции супердержавы, они должны увеличить свой ядерный арсенал. Они уже увеличили, по-моему. До 22-го года. Топ-Лем. Топ-Лем намного эффективнее, по-моему, будет. Они думают восстановить военный потенциал своей страны за счет ядерного оружия. Гурлюкович, он не военный, он политикан. Да, но это... Политикан. Он командует тысячами солдат. Если объединим наши силы, мы сможем оказать сопротивление. После смерти Мантис, огенные солдаты начали выходить из-под контроля. Я беспокоюсь о их моральном духе. Альянс с россиянами его сильно повысит. Что ты говоришь? Мы никуда не пойдем. Мы укрепимся здесь. Мы еще можем исчезнуть. У нас самое мощное оружие во всем мире. И мы можем соединиться с силами Гурлюковича. Агутин и Сякубовичем устраивают какие-то... ...подлянки. К тому же, на этой базе полно ядерных боеголовок. Все, что надо, это ДНК и деньги. И мир будет наш. А как же твое обещание полковнику Гурлюковичу? Я не заинтересован в сохранности матушки России. Не думаешь ли ты о воплощении мечты большого босса? С этого дня называй это место... ...внешние небеса. Внешние небеса. Мечта Биг Босса. Но, босс... ...ты не боишься, что Пау будет заблокирована? У Якубовича глава раздвоилась. Еще раз боеголовка деактивируется. Спокойствие. Внешний небеса. ...президент Армстэч оба мертвы. Опа. Опа, она жива. Прикинь, братан, твоя возлюбленная жива, радуйся. Че там нам говорят? Ух ты. Кое счастье. Что там у тебя? Они закончили ввод полкодов. Как нам их деактивировать? Окей. Ты видишь систему отмены кодов, о которой говорил президент? Ага. Можно использовать для ввода кодов детонации. Даже если боеголовка активирована, ты можешь ее деактивировать карточкой. У меня только одна карта. Hello. Но, если ты вставишь ключ карты, когда система деактивирована, она активируется. Карты можно вставить только раз. Только раз. Ага. Пора приступать. Как говорится, один раз не фантомас. Три карточки, так? А у меня только одна. Минуточку. Ты сейчас увидишь фокус. У тебя теперь уже три ключ-карты. Лол. О чем ты говоришь? Че за приколы? Карточка сделана из сплава формы памяти. Сплав формы памяти? Да. Форма памяти. Этот материал изменяет форму в зависимости от температуры. Ага. Эта карта сделана из него. Это карточка? Да. Да, это дебетовая карточка. Из тиньков банка. Значит, этот ключ три в одном. Лол. Не очень умно. Но не очень-то умно для них, может быть. Ты видишь терминалы ввода в центре управления? У него карта Райфайзенбанка. Это три терминала для аварийного ввода. Там должен быть символ на каждом экране. Ага. Каждый символ отвечает за отдельный ключ. Вставляй ключи по порядку слева направо. Ага. Левый ключ должен быть комнатной температуры. Видишь символ? Ага. Следующим должен быть ключ низкой температуры. Последующим направо должен быть высокой температуры. Ага. Опа. Кто там? Бах. Слышь, братиш, чё хамишь? Ты чё, братан? Карта Райфайзенбанка полетела. Братан, лови карту. Дебетовую. Дебетовую кар... Ну ты просто... Пуля непробивная. Походу, это Гнездилов из сериала Пёс. Я так понимаю, судя по его переводу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Какая смешная шутка. Спасибо. Ага. Как это здорово. Как это... Классно. Можно мне как-то сохраниться, пожалуйста? Меринку... Бабищу позвонить. Ты звонил змеи? Прикинь, звонил. Ну а чё мне теперь делать, подруга? Может, ты мне подскажешь? Джинз написано у нас с тобой. Джинза. Жиза. Слушай, а если я сейчас просто достану волыну и свал иному... Штукну? А чё случилось-то? А как мне... А, они закрылись от меня. В канализацию упал. Ты прикинь, куда он свалился-то вообще? Хэллоу. Никуда бежать-то. Ребята, вы чё, стебётесь надо мною? Ты... Не много ли? Попутываешь. Да куда... Как-то мне надоело, а. Отдыхаем. Гопота. Так, побежали, ладно. Прикинь, в канализацию свалился. Это надо было так вообще лохануться просто в этой жизни. Всё. Лол. Не может запрыгнуть. Это надо было просто так. Да, просто профессионал своего дела. Ребята, вы работники только так. Это мне в самый низ, походу, спускаться. Я, если... По крайней мере, правильно понимаю. Но суть-то в чём? Суть-то в том, что не надо было карту доставать раньше времени, понимаешь? Просто я... Я... Что-то сказать про нашего этого змея, наверное, это просто ничего не сказать. Канализация у нас была там на самом первом, насколько я помню, этаже. Но это нужно быть просто дуриком. Честное слово, вот просто, ребят. У меня вот слов просто нету. Карту достать. Надо было ещё вот так вот её высунуть из звери специально, чтобы они пальнули. Я не знаю, это вот наивысшей степени, по-моему, какие-то проблемы у человека. Как я понимаю, наверное, туда всё это упало, да, дело? Давай, обман Г. Прям туда так. Бабах! А чё с ним не так-то? Пал. Вэше, вэше какое-то. Чё за вэше, вэше, братан? Написано, Фроузен. А чё случилось-то? Ты дуралей, что ли? Как так можно было лохануться? На чём он подорвался-то? Короче. Смотри, чё-то я поднял. Вот пал ключ. Ага, вот я его опять поднял. Смотри, чё у нас с тобой есть. Неизвестная вещь. Нажми. Кружок в меню, чтобы выбросить. Снаряжение. Какие-то... Часы Б. Я не знаю, чё это такое, часы Б. Чё это? А с какой радостью это он взрывается? Аааа, слушай, а может мы эти как раз-таки эту штуку подняли, а вот он от них взорвался? Часы Б вот эти вот, что это за чушь? А что это реально могло быть? Походу, наверное, они взрываются, как я понимаю. А чё ещё могло взорваться? У меня, честно, по логике вещей ничего больше нету. Давай попробуем тогда их, наверное, выкинуть. Слушайте, ну это бред какой-то. На самом деле, несусветный это происходит. Снэйк, стейк. Что за лабуда вообще? Обманку. Смотри. Сейчас мы что, подходим вот сюда, вот так вот? Сейчас он их поднимет. Палкей, вот он, палкей. Где мы что-то? Вот подняли мы опять его, нет, эти часы? Не знаю, не подняли мы эти часы. Так, чё у нас с тобой обратно, наверное, подниматься, как я понимаю, надо. У нас вообще нету с тобой ХП, ты посмотри, нам всё просто. Нам надо было... Там, где эти были пулемёты, надо было просто бросить. Так, да. А мы с тобой не бросили эту специальную гренку, она нам всё ХП, потому что истратила. Нам после морозильной камеры просто весь наш рацион заморозили. Как мне теперь быть на этом свете? Как вот мне завязывать аптечку? Для использования нажми кружок, когда она выбрана. Диазепам. Успокаивайся, устанавливай эту непроизвольную дрожь. Я не понимаю, что это за дичь. Застыл, перед едой согреть. А как надо его разогреть-то? Как вот его разогреть? Что это за бред? Фроузен. А, во! Неужели? Бред какой-то, вообще. Я, конечно, в жизни своё многое встречал, но вот такого не видал. Походу, те часы, которые мы подняли, это была какая-то бомба, я так понял. В чём дело, змей? Всё нормально, подруга. Мы почти допроходили вашу игру. Можешь радоваться в своём колл-центре. Змей, пришёл на... Да, 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 всё. Пришёл, как пришёл, так и ушёл. До свидания. На! Всё. На покой. За упокой. Отдыхаем. Наверное, они сейчас свалят, да, от седого? Знаешь, что давай с тобой тогда сделаем? Мы с тобой тогда сейчас просто... Сохранимся, как раз таки. А следующий серий уже и продолжим. А пока что это всё, ребяшки. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Спасибо за внимание, до новых встреч. Скоро, если не прекращайтесь, будет очень много всего крутого. И мне интересно, сам был Ширанка. До новых встреч. Пока, давай. И... Пока-пока. Дай замолчи, да и всё. Так что, будет очень классно, круто и интересно. Сам был Ширанка. Пока-пока. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.